Дорогая Церковь, я сердечно вас всех приветствую. Знаете, очень радостно видеть братьев и сестер, видеть наполненный дом молитвы, воскресенье. Обычно у нас в августе так замечено, что народу почему-то меньше становится. Кто-то уезжает в отпуск, кто-то уезжает студент, уезжает своим родителям домой. Но к концу августа наша Церковь становится больше. Наши воскресные собрания становятся более многочисленными, и это радует. Радостно видеть студентов, радостно видеть братьев и сестер. Братья и сестры, я сегодня хотел говорить о нас, то есть о Церкви. Значение слова «церкви» в настоящее время имеет несколько значений. Одно из более распространенных, может быть, значений в обществе – это понимание культового здания. То есть храм. Мальчики и девочки, подростки, скажите, что такое Церковь в библейском понимании? Подростки, мальчики должны знать. Давайте уже надо начинать думать, уже скоро в школу. Люди, объединенные, единая вера в Иисуса Христа. Да, одно из определений, очень хорошо показывающие. Значение слова «церковь» – оно примерно такое. Экклезия, то есть позванный Иисусом Христом. Люди, которые идут за Иисусом Христом. В своей последней проповеди я говорил о Церкви. Я говорил на текст из послания Коринфянам, из первой главы. И мы говорили на тему о единстве. Апостол Павел призывает Церковь Коринфа, чтобы они были едины. Чтобы в их Церкви не было споров, чтобы в их Церкви не было никаких разделений, и чтобы они держались единством. Мы говорили о том, что сила Церкви в единстве. И мы смотрели в уроке истории, когда большие и мощные империи распадались вследствие того, что появлялись споры, были разногласия и так далее. И эти империи мощные распадались, они нам известны. И апостол Павел говорит, чтобы вы были едины, чтобы вы говорили одно. Мы говорили о том, что мы должны быть едины в вопросах учения Иисуса Христа. Чтобы мы были едины по отношению к Писанию, к трактовке Писания. Братья и сестры, я сегодня бы хотел тоже проповедовать из этого текста. И как я уже сказал в начале, я буду говорить о нас, о Церкви. Я прочитаю этот текст еще раз, который записан в первом послании Коринфянам с 10 по 17 текст. «Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от домашних хлоиных сделалось неизвестным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифин, а я Христов. Разве разделился Христос? Разве Павел распялся за вас? Или вы во имя Павла выкрестились? Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гаия, дабы не сказал кто, что я крестил в мое имя. Крестил я также Стефана в дом, а крестил ли еще кого, не знаю. Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Апостол Павел нес служение в Коринфе примерно полтора года. Затем, после того, как он ушел из Коринфа, он послал туда совершать служение Аполлоса. Очевидно, что в Коринфской церкви была и группа евреев, которая появилась во времена, когда там был Петр, ну или по-другому здесь написан Кифа. И, знаете, вскоре после образования церкви в церкви появились какие-то группы, о которых говорит здесь как раз-таки апостол Павел. Первые две группы, они были привержены своим пасторам. То есть, первый пастор – апостол Павел, второй – Аполлос. Еще одна группа – к Петру. И еще одна группа, которая считала себя… У них, видать, было понимание, что у них есть особые, эксклюзивные права на Иисуса Христа. Более самоправедная группа, они считали, что они Христовы. И они себя так и называли. И вроде бы как неплохо то, что они говорят, что они Христовы, но судя по обвинениям апостола Павла, видно, что мотив у них был не очень-то и правильный. Возможно, что эти представители данной группы, четвертой группы, они считали, что они, являясь детьми Божьими, не нуждаются в каких-то земных руководителях в церкви. Но из Писания мы видим четко, что Павел говорит, что кого-то Бог поставил на одно служение, кого-то на другое. Эта мысль в Писании звучит неоднократно. В Ефесянам, в Каримфинам, в других посланиях. Каждая группа, которая здесь появилась, она высказывала свое мнение, имела свои привычки и свои, можно сказать, девизы. И, по всей видимости, превозносилась друг над другом. Я Павлов, я Аполлосов, а я Кифин. То есть такая какая-то обозначь, чей ты. Друзья, я нисколько не хочу умолить апостолов данных, которые здесь были. Апостол Павел, Аполлос, апостол Петр. Это были великие люди, особенно на заре появления церкви. Это были люди, которые сделали большое дело, которые образовывали церква, которые говорили о Христе за пределами Израиля, которые говорили к язычникам. И люди льнули к тому, кто их евангелизировал. Люди стремились к этим людям. Но, к сожалению, потом противопоставляли себя к другим учителям. К сожалению, так было. Неизбежный результат, друзья, таких группировок церкви – это разделение церкви. К сожалению, это так. Неизбежный результат. Чувствовать особую привязанность к человеку, который привел нас ко Христу, или который учил нас пастор, пресвитер, диакон, который давал нам какие-то наставления, учитель воскресной школы – это неплохо, друзья. Но если какая-то наша любовь, какое-то наше предпочтение человека становится больше в церкви, чем других братьев и сестер, то это неправильно. Это приведет к нехорошим последствиям. Это какое-то плотское проявление. Друзья, к сожалению, в современных церквах, мы видим и из истории, и наблюдая на своем, скажем так, веку, к сожалению, в современных церквах тоже происходят определенные группирования. К сожалению, так иногда бывает. Ну, по какому признаку? По признаку… Однажды я встретил такую, скажем, группу, которые… Мы образованные, мы имеем ваше образование. Кто-то по национальному признаку отделяется, кто-то по служению. Да, я понимаю, что, например, вот у нас есть… Кто совершает музыкальное служение, у них, можно сказать, больший интерес есть какое-то объединение в одном оркестре, или в хоре, или еще где-то. Где-то по национальному признаку, еще по какому-либо признаку. Друзья, к сожалению, так бывает. Смотрите, любое образование группы, какое бы оно ни было, оно все строится на человеческом эго, на человеческой любви к себе. Мы в Писании видим очень четко, что Писание очень конкретно говорит о природе человека. Наверное, ни о чем так ясно Писание не говорит, как о природе человека как раз-таки. Кто есть человек? Как человек… Сегодня мы тоже слышали, как мы должны смотреть на себя. Не как мы себя видим… Описание, как показывает человек, а вот так мы должны себя оценивать. Источником всей греховности человека является его эгоизм, его эгоцентризм. Каждого человека от рождения влечет своему «я». Вы знаете, вот я наблюдаю за своими детьми. Ну, постарше уже понятно, вроде как эго может вырасти. Ну, вот Корнею нашему меньше года, но там уже это эго, знаете, очень даже хорошо прослеживается. Уже прям четко его видно, и как он для себя многого требует. Друзья, разногласия в интересах чьего-либо эгоизма, чьей бы он ни был, приводят к конфликту. И в церкви, к сожалению, в том числе. Друзья, не может быть согласия в группе людей, даже верующих, если их желаниями руководит «я». Не может быть согласия, не может быть того, чего говорил апостол Павел. Он говорит, чтобы между вами не было разделений, чтобы вы были едины, чтобы вы жили в одном духе. Друзья, если кто-то, скажем, у нас в народе так говорят, одеяло больше тянет на себя, не будет единства. Не будет. Братья и сестры, вот, к сожалению, к сожалению, мы, являясь членами церкви, мы, являясь, как сказали вначале, люди, которые идут за Христом, они образуют единую церковь. Но каждый приходит в эту церковь со своим эго, со своим пониманием, со своим взглядом. И каждый пытается на себя тянуть. Это нам очень свойственно. Мы это очень любим, потешить себя, свой эгоизм, удовлетворить его. Друзья, но, к сожалению, приходя в церковь, когда каждый пытается на себя тянуть, ничего хорошего из этого не выходит. Последствия этого – это обиды. Меня не позвали, меня не пригласили, на меня не посмотрели, меня, 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 меня. То есть, много чего меня. Но вследствие нету единения. Вследствие нету то, чего говорит апостол Павел. Происходят какие-то отделения, кто-то в одну группу. Бывают даже такие группы, которые обиделись на кого-то, и их это объединяет, объединенные обидой. К сожалению, так бывает. Друзья, апостол Павел, он говорит, не так должно быть. Не должно быть так. Почему вы смотрите на людей? С чего вы взяли? Он далее говорит, разве Христос разделился сам в себе? Или Христос по-другому для разных групп говорит по-разному? Нет, не так. И знаете, вот эта вот, вот эта особенность Коринфской церкви последовать за людьми, это взято из их культуры. В их культуре так было принято следовать за тем-то, следовать за каким-то философом, за каким-то оратором и так далее. И они эту же культуру принесли в свою церковь. И далее, в первой главе апостол Павел говорит, что мы проповедуем Христа распятого. Мы проповедуем Христа распятого. Первые четыре главы апостол Павел первого послания к Коринфянам посвящает как раз-таки этой теме, что единство церкви. И далее он говорит, я пришел в вашу церковь, я пришел в церковь, но я ни о чем другом не хотел говорить, кроме как о Христе. Да, я могу, апостол Павел, знаете, был очень образованным человеком того времени. Я думаю, он бы мог дать философию того времени любым, ну, так, что люди бы его слушали. Это было очень любимое занятие в том регионе, слушать философов. Но апостол Павел говорит, нет, я буду проповедовать Христа распятого. И более того, в третьей главе апостол Павел, он показывает бессмысленность их разделений. Он говорит о бессмысленности их разделений по приверженности к группам людей. И он говорит, что они только служители, Павел, Аполло, Скифа, они только служители, через которых вы уверовали. Это третья глава, пятый текст. Кто Павел, кто Аполло, кто они такие? Павел указывает на это. Он говорит, что один сеет, другой поливает, а взращивает все равно Бог. Взращивает только Бог. Вы знаете, апостол Павел, их взгляд, коринфин, он направляет на Христа. Он направляет на Христа, что вы цены только в Иисусе Христе. Не потому, что вы там уверовали через какого-то из апостолов. Да, как я сказал, это были великие люди того времени. Нет, не поэтому. В конце третьей главы, в конце третьей главы апостол Павел говорит, вы же Христовы, а Христос Божий. Вы же Христовы. Братья и сестры, ценность каждого члена церкви, ценность каждого человека, пришедшего церковь, вы Христовы. Именно вы Христовы, не чьи-то вы Христовы. Христос вас спас, Христос вас привел в эту церковь. Друзья, и Писание, как я уже сказал, оно хочет, чтобы мы были не такими, как нести какую-то свою культуру, свой эгоизм, свои обиды в церковь. Вы Христовы, вы куплены дорогой ценой. И в третьей главе апостол Павел говорит, что церковь строится на этом камне, на Иисусе Христе. Не на людях, не на каком-то прошли служение. Молодец. И Павел об этом говорит. Они только соработники у Бога. Все, кто совершают служение, они соработники. Но выше всего стоит Бог. Бог посылает свою благодать. Братья и сестры, являясь членом церкви, приходя в церковь, хочется, друзья, чтобы каждый из нас мог нести вот это вот единение, не разделение. Никак не разделение, никак не привносение своего взгляда, своего понимания. Павел предостерегает и Павел говорит, чтобы вы были едины. Друзья, еще раз прочитаю этот текст. Умоляю вас, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы говорили одно и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова